я иван бочаров добрый вечер добрый вечер и мы сегодня хотим поговорить о времени в наших сериалах о том почему нам нашим авторам нашим зрителям так нужны перемещения во времени но это основная тема а в начале такая рубрика актуалочка я ездила в прошлые выходные на фестиваль реалисты вам не поехал я просто если честно не думаю что много интересного есть веб-сериалах а я вот сейчас расскажу о том что можно посмотреть прямо сейчас итак если у вас есть свободный вечер воскресный я вам хочу посоветовать несколько проектов которые уже сейчас лежат на ютюбе и в частности например это сериал анимационный мультира тура они очень короткие серии если вдруг у вас есть такая проблема что ваши дети и младшие родственники не читают или вы наоборот фанат литературы и хотите посмотреть как она подана современным языком очень короткие истории когда идет пересказ классической литературы так знаете современными stories вот если вы базара вонегин и прочие были такие челы из современных stories мультира тура прям вбивайте в ютюбе я думаю вам понравится в другой сериал который вообще получил главный приз сериала реале фестивале реалист веб-фест он называется френд зона если вы молодой человек и вам понятно что это такое или наоборот если вы человек более старшего возраста и вообще не понимаете что это такое и не понимаете своих детей и младших родственников посмотрите френд зона вбиваем ребята делали этот проект такие же молодые как и герой герой учатся в на первых где-то курсах университета и идет рассказ о том как парень молодой психолог у него нет темы для курсовой его грозят его выгнать если он не запишет как следует курсову не напишет курсовую и он пишет про френд зону и сняли ребята которых для продюсеров и сценаристов это было диплом в высшей школе экономики а для режиссеров два брата федора никита кровчуки они учатся в авгеке в они сидят машет головой иван чем ты так недоволен в моем рассказе я просто ладно хорошо не 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 давай 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 вот когда это интересно такая выскажись если ты не смотрел посмотри звучит это как бессмысленная бессмысленный контент на актуальные темы но почему так ты же не видел мультиратуру ты не видел француза поэтому не осуждаю тихо ворчу головой ворчу головой это хороший термин иван ворчит головой потому что он не видел поэтому знаете не 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 читал пастернака но осуждаю мы оставим прошлом буквально несколько слов в контакте много хорроров потому что делали вместе с акселератором компании от 1 2 3 продакшн наверное еще вертикальных до разных а 1 2 3 или как сказал их бывший руководитель у нас в эфире 1 2 3 продакшн это все сложно 4 и прочие хорроры их можно смотреть в контакте шаг в пустоту если вдруг вы любите хорроры есть 2 и 3 сезоны а которые уже стали более менее популярными это сериал был новенький два сезона сейчас называется новенькие а с глебом калюжным это сериал сама дура там достаточно сложная история и очень легкой интонации две сестры одна из которых незрячая и очень много разных историй про в общем достаточно инклюзивный сериал потому что нет того что вот есть мир незрячих людей мерзлячих отношения сестер а вот и естественный отбор уже третий сезон снимают там в том в той серии которую нам показали как раз играет победительница голоса 2016 года которая даша антонюк она заканчивала школу студию мхат и это такой мюзикл необычный и что еще могу сказать про те проекты которые вы можете чуть чуть позже увидеть на платформах этот сериал самым длинным названием который наверно только может быть в российской действительности называется что делать женщине если у него два любовника выбрать нужно одного это о к скоро выйдет это опять цыпкин качестве автора сценария и елена лядова в традиционной для ее роли такой борец за равенство гендер гендерная женских за женское право на на что на 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 не полигамный на полигамность что сегодня зажил в приложение банка обнаружил что не отменил подписку в очередной раз и меня эти 5 деньги за око но это ты жалусь в этот самый по как называется никому на себя нужно жаловаться ну жалуйся на себя и на премьере очень любопытный будет сериал называется в соцсети люба аксёнова играет действие происходит как ни странно в томске но очень не скоро когда умный дом достигает таких проблем что этот умный умная система оберегает свою хозяйку от всего вплоть до того что не дает ей строить отношения с милым соседом потому что он не вкладывается черное зеркало да и например не сообщает о смерти отца потому что но у тебя будет за там у тебя была на следующий день какая-то важная защита и ты бы расстроилась в общем это то что можно смотреть плюс есть достаточно интересные ребята которые вообще без всякой привязки к платформам к игре это институт развития интернета который дает гранты или к чему-то снимают сами но частности сериал с названием популярным в этом сезоне гештальт я как раз познакомилась со создателями как скал парень год я актер сидел на карантине нечего мне было делать и я не было естественно работы жена сказала так снимай сам и вот этот режиссер артур сопельник и девочка писала сценарий девятиклассница там много тем как раз опять церковь а есть потому что приходская какая-то там кому на школа есть отношения между деревенскими и коттеджными наш вот появилась эта тема я тоже думала что наверное она вот-вот возникнет когда есть деревни даже по рублевке едешь старые старые дома есть а есть богатые поселки так это ж не только рублевка есть горки какие там и новая горёва и все остальное это не будем это вот там уж точно не будет потасовок сериалов про это точно не будет да да и сериал особо крупные мне тоже понравился неожиданный хотя он такой с приветом тарантино передают в общем если эти все сериалы можно смотреть на ютюбе и в общем это какая-то возможность хвала безумцам которые знают что не наберут кучу просмотров и не вырвутся сразу все равно рискуют это делать и так прямо сейчас на ютюбе можете смотреть мульти ратура и френд зона скоро на платформах наука что делать женщина если у него два любовника выбрать нужно одного на премьере соцсети вконтакте несколько хорроров и вот те сериалы которые на ютюбе тоже есть называется гештальт или особо крупный это мои итоги сериала в фестивале веб-сериалов реалист веб-фест очень интересный был а теперь мы к нашим я как наши слушатели вот этот весь питч слушал первый раз сейчас меня единственное что заинтересовало это сериал со сценарием который написал девятиклассница потому что может наконец-то вот научится у нас писать сценарии не омраченной индустрии ах как ты интересно сказал в твоем то возрасте уже быть омраченном индустрии я-то 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 не сценарист ох давай прочтем нам тут уже кстати пишут в ватсапе я еще раз напомню номер вы можете написать плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 кто-то уже этот номер наизусть знает и пишет да кто смотрит отечественные сериалы ну что мы сейчас не только про отечественные поговорим и тарас смотрят очень многие это два а лучше подписываться это три чтобы мы с вами общались напрямую так что его веб-сериалы кстати мне кажется ладно сейчас закончим эту тему веб-сериалы мне кажется в основном смотрят после того как их покупают стриминговые платформы вкладывают в маркетинг немыслимое количество денег ну ты знаешь бывает вот с тем же новеньким который сейчас 3 3 сезон который называется новенький е там уже все выпускники школы стали новенькими его сделали сначала выложили на ютюбе и после того как очень хорошие были просмотры купил первый сезон сервис старт и сервис заказал уже следующие два сезона да вот но на этом они все и подростковые как подростковые сериалы как раз мама молодые люди им важно говорить на своем языке хотя там каши есть спорные моменты свой это язык или нет но по крайней мере про про свое и они это все смотрят ты смотрел ты смотрел что-нибудь свои там 15-16 лет нет веб-сериалов тогда все-таки не было такого формата сейчас веб-сериал ладно мы не будем сомнительная подборка написали мне опять таки подписывайтесь это не подборка вообще что я вам рекомендую веб-сериалы я рассказала о тех которые были на фестивале реалист веб-фест который прошел на прошлой неделе и которые меня заинтересовали вы можете присылать своим их тоже обсудим лучшая подборка и в принципе сомнительной выборке скажем так вот если бы ты не поехал две недели назад три в иваново ты бы тоже говорил а я бы сидела рассказывала про фестиваль в иваново ты бы так же было дело лучшие сериалы которые платформы снимали там в течение года и другое дело это веб-сериалы ты сам сказал в иваново что ты не ожидал уровня так вот то же самое возможно ты не ожидал уровня те кто может быть это правда давай поспорим ты посмотришь три первых серий названных но и сериалов в следующий раз вернемся следующий раз теме к теме итак это еще раз программа сериальность плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 плюс у нас есть чат в канале серебряного дождя в ютюбе там идет прямая трансляция мы тут обсуждаем сериалы может вы немножко ссориться и я буду все критиковать сегодня мы обсуждаем путешествие во времени на самом деле довольно условная тема потому что у нас есть отправная точка дальше куда пойдет есть два сериала которые вышли этим летом где есть перемещение много больше но мы один как и летом 3 3 летом больше чем 3 до с перемещением во времени больше чем 3 за лето сколько ты сиралов смотришь ты извини меня удали за это лет сколько ты смотрел как сначала года я записываю начала года я посмотрела сейчас 112 сериалов разных в разном объеме и фильмов сериалов у меня это записано я не верю что только три из них про перемещение во времени кстати мужчине нравится мой голос пожалуйста не нравится выключайтесь господи подписались бы или еще лучше пришлите голосовое сообщение я послушаю нравится ли мне ваш так ну и неважно мы продолжаем все-таки разговаривать потому что вышел кстати сериал который все еще можно посмотреть в россии что редкость уже наверное дальше будет все больше редкостью сериал на сериал студии так не студии простите стриминговой платформы hbo max который в россии вышел на медиатеке и также доступен в на кинопоиске в подписке мульти с медиатекой это стирал который называется жена путешественника во времени если не ошибаюсь да именно так он называется если вы проблема с переводами вы уже можно назвать по-английски если я сейчас скажу по-английски он начнет говорить что я не так произношу если кто не знает мы мать и сын поэтому на меня наезжает но и короче это сериал про это сериал но это не сериал про это сериал который адаптация фильма адаптации книги это книга одри нифинге нифингер нифингер вот и был фильм фильм достаточно популярный очень в тот момент играли рэйчел мак адамс и адамс эрик банн играли главные роли в этом фильме здесь главных ролях rose james если кто не знает это одичалая ингрид из игры престолов которая потом в жизни стала женой кита харрингтона который до который там главный потом уже главный герой и имел любовное отношение с этой ингрид и в этом сериале есть небольшой привет потому что бывшую ее будущего зовут ингрид и таким образом помахали роли сделавший rose james известный а главный герой мужчина это тео лесли он играл дивергенти он играл сидни паркера в сэнди тони и вот два таких героя очень симпатичных молодых россия про сейчас гуглил потому что все таки не роуз джеймс а роуз лесли но и тео джеймс актер поэтому здесь я их перепутала прости она еще играла и тео джеймс она еще играла в сериале хорошая борьба по моему который продолжение хорошей жены да да это это спин-офф сериала хорошая жена на там тоже играла одну из главных ролей и здесь конечно самое смешное что можно вот пока мы не ушли далеко от актеров что актер который главный актер этого сериала тео джеймс он мне казалось во время просмотра что они хотели как раз взять вот джона сноу условного кита харрингтона вот странно что они не смогли по деньгам не потянули конечно и вот нашли очень похожего он не похож он не похож он типаж современного красивого мужчины 30 плюс достаточно он ты его не видел вот сериал с индингтон он там играет 19 века британии он там такой британский лорд и он там другой совершенно ну ладно все продолжаем продолжаем так ты если вы фильм видели вам все понятно если вы не видели там история такая кстати невозможно про спойлерить наверное да что мне еще не происходит желали кроме расскажи что происходит почему мы об этом вы как бы все поймете ну то есть ситуация в следующем существует человек у которого есть такая не суперспособность и генетическое отклонение которое заключается в том что он случайным образом куда-то перемещается во времени да и есть девушка с которой у него есть отношения которые складываются в разных промежутках в общем там не так у него в каком момент жизни появляется жена которую он очень любит но почему-то так как он попадает в прошлое постоянно и в будущее в прошлом он находит свою жену совсем маленькой девочкой и по сути эта история про то как человек приходит прекрасный человек из будущего воспитывает себе будущую любовь и жену а потом она встречает его ваня не согласен ты сейчас подожди я договорю потом ты так вот он встречает и она встречает когда его уже там двадцати с чем-то летнего она очень расстраивается что не так прекрасен как тот который приходил к ней из будущего и начинает в свою очередь воспитывать его подводя к тому идеалу который у нее есть более взрослого мужа да и здесь нужно отметить что написал это все стивен моффет написал в смысле нет это написала книгу одри а это вот это шоураннер стивен моффет и сценарист а теперь давай расскажем кто такой стивен моффет шоураннер и сценарист это мы уже рассказали он такой один из известных британских сценаристов и несмотря на то что это голливудский сериал дакса ну как это живет конечно который до этого много чего сделал в том числе он сделал доктора кто многие сезоны и он сделал шерлока он сделал шерлока именно поэтому мы совершенно я по крайней мере была очарована этим человеком мы делали даже я по-моему рассказывала с ним мастер-класс онлайн еще когда не было онлайн после последнего сезона шерлока проводили открытый мастер-класс в телеграфе пространстве набился полный зал желающих поговорить в общем это крутейший человек но эта история меня удивила что мне показалось что она достаточно прямолинейно для моффета западные критики сказали что ужасно на второй сезон уже не продлили и говорят пока что не продлили но зрительские оценки у сериала очень большая он довольно коммерческий кстати так вот давай поговорим зачем моффету вообще эта история как тебя ну не знаю чем он хотел поговорить интересно зачем она моффету если честно зачем она зрителям зачем зрительной истории подожди давай закончим про моффета который наверное мало кому интересен на самом деле правда если вы смотрели сериал доктор кто тут конечно сложно так говорить потому что был какой-то миллион сезонов и миллион воплощений но когда это с метом серии которые были уже с доктором кто мэтт смит был и был в тот момент не совсем так нет подожди потому что моффет когда перезапускали доктор кто в начале нулевых я не моффета моффета пригласили в первую команду сценаристов и там он еще был не шоураннером а сценаристом на вот первых сезонах 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 после перезапуска потому что он в детстве писал такие фанфики по доктор кто и был большим фанатом это похожая история как сценарист дэймон линдолов который в том числе сделал сериал остаться в живых он в детстве обожал комикс хранители и потом ему вот дали снять сериал по хранителям но неважно и в какой-то момент моффета сделали сценаристом и главным шоураннером соответственно доктора кто это был пятый начиная с пятого сезона по я не помню какой там 7 8 9 или что-то в этом роде и и начиная с доктора кто который выиграл мэтт смит и я просто эти извини появится вот-вот доме драконов да в ожидаемом самым приквеле игры престолов который выйдет 21 числа у нас 22 на медиатеке и мэтт смит там будет одним из главных персонажей судя по промо да так же он играл в короне мужа елизаветы мужа елизаветы в юности в первой в первых первых за за двух сезонах да маумбаттон маумбаттон как кто и знает он сменил эту фамилию все это неважно вот так о чем хотел сказать то что в докторе кто если вы его посмотрите если вы видели сложно советовать людям посмотреть сериал где там какие-то миллионы сезонов ой я помню я тебе покупала в подарок подарочные издания в лондоне огромное количество денег а по-моему ты ни разу их так все и не посмотрели дивиди к сожалению умерли да ну так я покупала когда они еще были а ты был юн смотрел и история которая заложена в начале пятого сезона доктора кто с мэттом смитом она практически такая же там есть вот этот таинственный незнакомец путешественник во времени который прилетает во двор к маленькой девочке полностью очаровывает она потом ждет очень-очень много лет он приезжает снова ты мне попросил сегодня посмотреть эту серию это как столько доктора то как ты я не видела я ее посмотрела действительно он год я сейчас на пять минут должен отвлечься у него проходит где-то там пять минут а девочка ждет ну пол жизни да и просто здесь очень смешно то что сериал жена путешественников во времени он во многом именно сюжетно точно такой же абсолютно но при этом деталям то что есть маленькая рыжая девочка которая в своем каком-то дворе ждет прекрасно рыжих много времени в британии и шотландии и везде так что это может быть может быть это у них вообще какая-то национальная традиция ждать путешественников во времени маленьким рожим девочкам мы говорим сегодня о том зачем вообще зрителям путешествие во времени в сериалах и фильмах пока мы об этом не говорили пытаемся это программа сериальность я елена афанасьева да я иван бочаров но в принципе вообще начинать то надо было с фильмов и с того что существует во первых назад в будущее культовые фильмы 3 3 фильма мы начнем обсуждать все фильмы и сериалы потом были у достаточно успешные у нас мы из будущего два варианта но это с войной связанный туман тоже не не поняла я в тот момент зачем мы живут туманной терезоги генишвили и продюсер муругов сделали там тоже попадают в прошлое прошлое современные ребята и оказываются на войне великой отечественной то же самое мы из будущего там черные копатели данила козловский кстати играл во втором сезоне игорь петренко яглыч и другие вот и они значит попадают в прошлое тут понятно для чего было это сделано чтобы показать что современные ребята ничего не понимают и вот какая она была война был еще сериал не так давно чернобыль зона отчуждения где молодые ребята молодые ребята попадают в чернобыль того времени когда случился взрыв 1986 год и пытаются его предотвратить это между прочим написал илья куликов такой наш мофат потому что интересное утверждение которыми наверно не согласен но я имею ввиду что сейчас пойдем дальше и не будем это обсуждать в какой-то степени ладно вернемся к жене путешественника во времени потому что еще несколько сериалов тоже вышло нет но здесь все таки если мы говорим про перемещение во времени здесь мне кажется фишка в том что в жене путешественника во времени путешествие во времени ну как бы они конечно являются сюжетным элементом но это не про путешествие во времени это в принципе сериал это такой такая типичная романтическая мелодрама про отношения вот там великая любовь и все вот такое прочее но при этом эта история про то что в какой-то момент наверное ты как человек более молодой еще не дошел до стадии когда хочется сказать если бы юность умела если в старость могла вот если бы я попала в свои какие-то годы тогда-то вот со своим любимым но и меня бы были уже другие мозги или это в любимые говорит а вот у меня бы были другие мозги я вовел себя иначе и как бы все прекрасно сложилось и это практически у каждого человека когда-то в жизни бывает вот а что если бы я со своим нынешним опытом оказался в ситуации где был более молодой да но путешествие во времени мне кажется в основном используется в драматургии по-драматургии по-другому а не так но мы вернемся к этому буквально через одну минуту может быть две очень интересно просто рассказываете а заслушалась и сейчас думаю нужно послушать аффирмацию молодец 20 22 прямо сейчас сделай паузу остановись замедлились останови этот бурный поток мыслей просто ответь себе прямо в эту секунду на вопрос а почему я сегодня молодец и первое что придет в голову возможно и есть самое важное но остановившись хотя бы на одно мгновение ты позволяешь себе перезагрузиться как компьютер и начать работать в более эффективном режиме потому что ты сегодня молодец сериальность мы продолжаем программу сериальность а ты вообще после аффирмации замедлился ты замедлился ты сегодня молодец а кстати нам вот пишет таня из ярославля добрый вечер вот вы смешные я читала жену путешественника во времени классная книга кино не очень люблю тань попробуйте сериал но раз вы читали книгу вы поймете что сериал только часть жизни затрагивает в кино и то больше чем в сериале хотя в сериале 8 да по моему серии 6 6 вот а кино двухчасовое но возможно вам понравится да я не читал книгу к сожалению но я знаю что фильм как раз ругали за то что книга она вот глубже и многое не показали потому что фильм такой классический все-таки ромком ну да фильм ромком и очень женщины очень за это любят сериалы какие-то вещи кстати в сериале появилось то чего в фильме не было некоторая жесткость там есть ситуация не буду ее спойлерить которая достаточно жесткая ситуация в жизни героини происходит поэтому ой ваня морщится вот кто ютюб можете посмотреть как иван но там ну все такое такое слащавое немножечко такое примитивное иван когда мы дойдем до когда-нибудь до обсуждения женских мелодрам вот я на тебя посмотрю а женщины смотрят и им нравится я уйду с этого эфира нет я не говорю что жена путчувственникова времени это плохой сериал он просто мне кажется здесь было достаточно большое несоответствие ожиданий там ну например критиков западных которые ругали этот сериал очень много если посмотреть за что именно ты читал критику я я я тогда по верхам пробежался но сейчас я расскажу и как бы того что это hbo потому что в принципе бренд hbo это ну какое-то такое попытка интеллектуальных сериалов какого-то такого высокого телевидения сложной драматургии а жена путчувственникова времени достаточно хороший но достаточно такой стандартный ромком где драматургически мало чего если честно происходит там очень много очень ленивых таких моментов когда вот герои сидят в начале каждой серии и словами все проговаривают на камеру прямо прямо вот зрителю при этом там чтобы ну развивать это действием и так далее но при этом сейчас очень многих платформ проблемы финансовые и выясняется в какой-то момент что зрители хотят смотреть в сети они по эфирным каналам не только вот как ты перечислил да 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 не только такие сложные сериалы но сериалы чисто классические мелодрамы рамкома и прочее зрительницы активно смотрят и например сейчас другая сеть это просто одна из тем была минувшей неделе что урнер бразерс которые наоборот они же купили hbo плюс они купили discovery теперь hbo плюс не будет а будет все вместе с discovery вместе и туда же cnn плюс и вообще будет вообще другой на hbo хотя успокаивали на этой неделе новые владельца что типа не закроют культовые проекты многое уже закрыли и пообещали была самая интересная в этом всем новость в том что они делают два стриминговых сервиса один вот этот обобщенный а второго нет названия выйдет он в америки и что hbo и все остальное где в основном контент то что называется скрипт это то есть это ну там сценарии драматургия и вот все прочее это они определяют как мужской такой сервис а а второй где будут там реалити-шоу документалки и вот анскрипт это то что называется это они определяют как женский я читала заявление директора global streaming их перета который сказал что hbo макс был ориентирован на более такие сложные шоу discovery плюс на комфортный просмотр который способствует длительному просмотру и удержанию подписчиков они за это сейчас и бьются поэтому знаешь если тебе не понравилось а ты ушел это им не надо а вот если мелодрама понравилась женщине она будет смотреть и дальше вернемся к теме этих всех перемещений я хотела спросить вот как тебе кажется зачем муфату на шоу-раннеру проекта автор сценария эта тема почему он не можем муфату это просто экранизация я хочу а я только прости не очень интересен сам доктор кто это кстати хороший вопрос потому что доктор кто это не как бы не новая идея до этого перезапускали потому что изначально когда доктор кто запускали там по моему в шестидесятых это было я смогу ошибиться его планировали как детское такое образовательное просветительское шоу потому что планировалось что вот у нас есть такой придуманный персонаж путешественник во времени он будет прилетать в какие-то разные эпохи да 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 динозавры там не знаю какая-нибудь французская революция и еще что-нибудь и вот дети будут узнавать через это шоу что-то об истории у нас вообще по моему студийная была если посмотреть семидесятых годов там такая вполне студия bbc какие-то такие очень смешные спецэффекты они везде были с雪и да как называется эта будка эта знаменитая сильная вот я пред другое смотри еще раз я очень уважаю моффета потому что ты можешь подтрунивать моей любовью к сериалу шерлок насколько бы я его не смотрела осмотрела его бесчетное число раз я поражаюсь тому как это сделано делал он но не один мофф он делал вместо с марком геттисом который в том же шерлоке играл майкрофта холмса и он был Со шоураннером и соавтором сценария И они потом вместе сделали еще Дракулу Но это очень на любителя про вампиров Я не поймала там чего-то Но как идеально сделан Шерлок Для меня это до сих пор загадка Просто виртуозно Но зачем-то же люди снимают и смотрят Про путешествия в Армении Давай вспомним другой сериал, который вышел этим же летом И мы с тобой, описывая сериалы Первые полные сезоны, про него сказали Жизнь матрешки, Russian Dolls, второй сезон Ну это как раз в отличие от Жены путешественников во времени Это более про перемещение в прошлое Ну потому что здесь вообще нужно сказать Что это огромная тема И то, что сейчас снимают Какие-то ремейки, сиквелы И прочее, и прочее Достаточно какого-то существующего, старого контента Это тоже, в общем-то, перемещение во времени Потому что, ну Сложно придумать что-то новое Что-то настоящее, новое Не просто сложно, сейчас такое количество контента Как будто ничего нету Такое количество контента, что его спромотировать невозможно Но если ты делаешь что-то с сильным брендом То уже сам бренд промотирует Человек придет даже, чтобы плюнуть Вот сейчас, например, извините, если я обижу авторов Четвертый сезон Мажора Несмотря на то, что он намного хуже первых трех Я тебе говорю про бренд Он все равно собирает огромные просмотры на кинопоиске Не, ну я говорю про ремейки И сами в вашем городе, который все плюются, но смотрят То же самое и здесь А при чем здесь же есть матрешки и ремейк Это разве ремейк? Нет, это не ремейк, но это очень понятная структура Мы прерываемся с тобой на рекламу, музыку И другую небольшую короткую программу Вы можете нам писать 903-797-6333 А в ютюбе мы даже можем с вами пообщаться Потому что в ютюбе трансляция не прерывается Пишите нам в ютюбе 38 до 49 и там уже и на песне Давай про матрешку сейчас Что еще? Поговорим чуть подробнее Сейчас я вам загоню телегу про матрешку Загонишь телегу? О, ютюб Сериалы это долгая тема Я просто с научники сниму Нормальным режиссерам не нужна эта текамочина Чтобы показать интересные приемы, съемки Поговори Ну, слушайте, это какая-то странная позиция Потому что Почему? Ну, режиссерам Может и не нужна, может и нужна Но задача режиссера это же не только чтобы показывать приемы, съемки Мне кажется, просто самое интересное, что есть в сериалах Это сценарий Потому что это абсолютно другая драматургия Возможность развития не на 2 часа А на типа 8 часов, 10 часов На много сезонов Кино это рассказ или повесть А все-таки роман это сериал Потому что кино не может экранизировать Ну, быть романом Поэтому Франк Я, кстати, не знаю, какой сериал на меня произвел впечатление А последнее время никакой Я сейчас смотрел абсолютно ужасающе Как это называется-то? Елена, у меня спрашивают Ира Това Какой на меня произвел впечатление наибольшее Мне очень понравился Как мы его обсуждали Нулевой пациент Кроме финала Финал мне не понравился Совершенно Категорически Мне понравился Мне понравился Сериальность Ну что, это сериальность Я Елена Афанасьева Здесь же Иван Бочаров Нам уже пишут Что интересная передача про сериалы Но слушать сложно Из-за того, что ведущие Постоянно перебивают друг друга И спорят Зачем они собрались вместе делать передачу Если так напрягают друг друга Иван, зачем мы собрались вместе? Не знаю, хорошо Спросите кого-нибудь другого Нас Набутов попросил спорить друг с другом И выявлять конфликт поколений Вот мы и выявляем На самом деле мы очень рады видеть друг друга Я могу сына хоть раз в неделю увидеть Поехали дальше Про жизнь матрешки Мы говорили про путешествие во времени Да, в том числе жизнь матрешки Но мне здесь кажется, что есть На самом деле очень много причин По которым путешествие во времени Это хороший сюжетный ход Но, наверное, одни из главных Первое — это путешествие во времени Потому что раньше было лучше Или так кажется героям, что нет Это в каком ты такое видел? Вот давай пускай меня опять критикуют, что мы спорим А где, в каком сериале Героям кажется, что раньше лучше И он туда возвращается Приведи пример Он может туда не возвращается Прямо сразу и сам Мне кажется, он хочет, наоборот, всегда что-то исправить Зачем героиня Наташа Люмон Надя в жизни матрешки Хочет попасть в прошлое? Чтобы вернуть золото Которое нацисты в Венгрии Забрали у бабушки Ну, чтобы исправить какие-то там травмы своей семьи Да, травмы семьи Травмы рода Это отдельная Самое было назад в будущее Когда он пытается что-то исправить в жизни семьи Главный герой И попадает там вот в 50-е годы Из 80-х Да Но при этом все равно Ну, просто здесь хочу сказать еще Что, как бы, путешествие во времени Это не только то, что герои попадают в прошлое Да, потому что, когда у нас просто есть сериалы Которые сейчас снимаются про 80-е, условно Это отчасти тоже путешествие во времени Но мы говорим сейчас не о том сериале Где мы взяли 80-е И действия происходят в 80-е О том, где герой из какого-то времени возвращается в прошлое Да не обязательно Например, сейчас ты точно не видел На Эстейсе есть гости из прошлого сериала Когда в одной и той же квартире Она вдруг оказывается разделена пополам И в одной живут нынешние жильцы половине А в другой жильцы, которые жили там в 80-е годы Я видел трейлер, очень странно, да У тебя все странно Извините, я не самый большой фанат эфирного телевидения Да, но Жизнь Матрешки Там совершенно прекрасный стоянок Жизнь Матрешки немножко, мне кажется, по-другому там Потому что сейчас Ты расскажи сюжет Ты прервался на том, что День Сирка Но это первый сезон Да, а второй сезон В первом сезоне она постоянно погибает Сейчас у нас начинаются вот эти перебивания опять В первом сезоне она постоянно умирает и воскресает В одном и том же месте, в одном и том же дне И это такой День Сирка Их очень много И зависит от Фламы Пауэлл Спрингс И куча таких там 51-х нет, как называется Ну это один тот же сюжетный ход А во втором сезоне? Во втором сезоне это, если вы смотрели сериал Жизнь на Марсе Это примерно вот что-то в этом Обратная сторона Луны Потому что это адаптация жизни на Марсе Когда, ну в общем, героиня Наташа Леон Она попадает в прошлое, в тело сначала своей матери А потом еще дальше, в прошлое, в тело своей бабушки И пытается исправить какие-то ошибки Но здесь и про сериал «Отмена Undone» на Amazon Prime Это анимация, про которую мы тоже говорили в одном из предыдущих выпусков Мне кажется, история немножко не про конкретно возвращение в прошлое А это история про как бы травму, которая существует Что было, не хочу сейчас в заумность уходить какую-то Но в журнале «Нью-Йоркер» был такой большой текст про травмоплод То, что называется, да, как бы вот сюжет травмы Который стал превалирующим в огромном количестве западных сериалов и фильмов То, что он заключается в чем, соответственно, здесь То, что все эти герои и их какие-то там конфликты и прочее Определяются какой-то травмой из их прошлого И вот они сконструированы только на основе этого В следующий раз будет не афимация здесь А уже расстановка по Хеллингуру и вообще все прошлое И родовые травмы будут проработаны Да, и они все пытаются вот эти травмы как бы проработать В данном случае это буквализация просто проработки этой травмы Потому что они возвращаются в прошлое На место своих там родителей, бабушек, дедушек и так далее И пытаются прям вот исправить все, что можно И это, конечно, никогда не работает Ну смотри, ведь очень известная вещь, что очень маленький процент людей Воспринимает жизнь там из новостей, делает анализы сам из ток-шоу Там если кому-то надо, либо из каких-то пабликов Там, я не знаю, любых умных текстов И гораздо большее количество людей проговаривают время через сериалы И в общем может быть то, что они сейчас такое количество сериалов Про вот это возвращение в прошлое Будь то в тело своих там предков, либо другое Это именно и показатель того, что вот эти очень модные сейчас стали Анализ родовых отношений Опять-таки тот самый Хеллингер, которого мы упомянули и прочее Ну а это еще стало просто суперудобным сценарным ходом На основе которого можно все построить И все немножко обленились, как мне кажется Ну хорошо, как тебе кажется В случае с жизнью матрешки Russian Dolls Это оправданный ход или нет? Ну что значит, ну оправданный Ну тебе интересно было это смотреть? Мне кажется, они немножко слишком в депрессивное русло все вывели А потому что для меня, у меня было много вопросов там Потому что даже когда в классическом «Назад в будущее» фильме Переход в прошлое, хоть там и не в тело Не в тело, а видит он своих молодых родителей Главный герой Марти Макфлай там А здесь нет Но все равно там какие-то обоснованные вещи Здесь мне показалось странным И сама история с этими какими-то драгоценностями, ценностями материальными То есть там какие-то серебряные и прочие вещи Которые были потом поменены на золото Которые фашисты воевали, забирали Все это мне показалось мало оправданным Ну, у меня просто идеологически В чем есть какие-то у меня претензии И там условно к жизни матрешки И вот к таким всяким вещам Это то, что люди все равно с сериалов Считывают как-то модели поведения и так далее Сериалы — это массовая культура, да? Массовое искусство, как угодно можно это называть Как это оно влияет на людей? Еще как влияет И мне немножко как бы не нравится Ну, и лично мне не нравится То, что они, вот такие сериалы Объясняют все наши проблемы Вот этими генетическими травмами То, что это даже не мы виноваты Даже не мы уже что-то в прошлом сделали А мы уже начали откатываться вот дальше И дальше, и дальше Да, как эта героиня Наташа Леон То есть это там Она откатывается сначала в тело ее мамы И пытается исправить ошибки Не получается в тело ее бабушки И пытается исправить ошибки То есть ты хочешь сказать, что... Это такое отличное оправдание Что это индульгенция такая Да, такая огромная индульгенция Я ничего сам не сделал А я вот такая Наташа То есть Надя, она там Мне 40 лет, я ничего там не добилась Потому что когда-то потеряли золото Забрали фашистов у моей бабушки Да, именно так И ну как бы в российских сериалах Достаточно много такого тоже Это довольно интернациональная сейчас вещь На самом деле Мне кажется, это просто еще такие Небольшие перегибы С увлечением и распространением Психологии, психотерапии и всего прочего Но хотя бы таким образом Люди задумываются о своих проблемах И о проблемах, может быть, предков Которые им передались через воспитание Ну одно дело задумываться Другое дело вот определять Хорошо, если жизнь матрешки В отличие от Жены путешественника во времени Пока еще не закрыли И говорили, что будет 3 сезона Интересно, что они сделают в третьем Потому что день сурка уже был Переселение в тело предков уже было Что же она сделает дальше? Да Но еще одна как бы интересная штука Вообще, зачем всем Вот тут нужны эти путешествия во времени Что не очень было отражено Как раз в жене путешественника во времени Это потому что всем интересно смотреть на прошлое Вымышленное прошлое, реальное прошлое и так далее Нас спрашивают, как сериал Юз Мы обсуждали его в прошлый раз Да Мы сейчас не будем, извините У нас был отдельный выпуск В прошлый раз Ровно был у нас Стас Иванов Автор сценария, режиссер Нам очень понравилось Мне очень понравилось Да, но мне относительно понравилось Вот Ну как бы там есть о чем поговорить Я не думала, что Я его вообще стану смотреть Думала ночную брошу И он очень зацепил Вот Что, что еще Так, ну ладно На чем мы остановились Я уже даже забыл Ну так видите ли Извините Тут про травмы тебе как раз пишут Да, вечное возвращение Действительно, вечное возвращение Потому что, ну В сериале «Жизнь матрешки» Это буквализация Вечного возвращения Это замкнутость абсолютная Но там как бы она пока не разрешается Может она разрешится Может она нет Но что я хотел сказать И про вечное возвращение И про все остальное То, что Это не только сценарный и сюжетный ход Всегда Путешествие во времени Это очень часто Просто зрительский ход Того, что прошлое Как будто нам всем кажется Более интересным Потому что настоящее Оно Менее интересно Да нет Ну понимаешь Мы с тобой уже один раз говорили Про почему так много сериалов Про прошлое советское Например, на тех эфирных каналах Которые ты не смотришь Что там все понятно Там, если герой приезжает на Волге Про героя все понятно А у нас он приплывет На океанском лайнере Он его мог арендовать На один день Например Дело не в этом То есть там понятные вещи Для той целевой аудитории Которая прожила в то время И там осталось Очень много важного для нее Здесь Путешествие во времени Оно не дано Это не сериалы для людей Которые жили Во времена Бабушки и мамы Героини Наташи Леон Это время кажется более живым Потому что кажется Что в нем что-то происходило Это есть книга Достаточно влиятельная Саймон Рейнольдс Называется Ретромания Она в принципе Про поп-музыку Но она также относится Ко всей массовой культуре Про обсессивность Вообще Нашим прошлым И про то, что Вся наша культура Она осталась в прошлом И ничего нового Она не производит Опять сейчас будем спорить Все скажут Мама и сын Не ругайтесь Например Жизнь твоих бабушки И дедушки Была в активном возрасте Намного более устоявшаяся И спокойная Чем моя Или теперь даже ваша Я про культуру говорю Ну хорошо Про культуру То, что культура развивалась Мы сейчас опять прервемся У нас будет музыка Реклама и прочее Юлия Зминская пишет Что первая серия Дракулы Мофата Ей понравилась Далее о стране Это про Мофата По которому мы с тобой Я не смотрел Дракулу Я смотрела Но дальше первая не пошла Так вот Мне кажется Если мы сейчас опять вернемся К жене путешественника во времени Это опять-таки история Возможность Вот если бы сейчас И для меня это очень понятная вещь Наверное потому что я старше тебя намного Вот если бы я сейчас попала В себя того возраста Который ты сейчас Я бы очень многие вещи делала Не потому что я выбрала Там не ту работу Не тому мужчину Или еще что-то А потому что я бы В себе была иначе Да Потому что я прошла этот путь Многое поняла Но поняла это сейчас А вот мне бы сейчас вести Быть молодой девушкой С теми мозгами Какие у меня сейчас есть В оба круто было Вот мне кажется Жена путешественника во времени Она об этом Ну она в принципе О абстрактной романтической любви И это единственный концепт Который там есть И все остальное Она вокруг этого Это жена путешественника во времени Это классический Абсолютно такой Такая мелодрама Где есть идея о том Что существует вечная любовь Все Больше того Классическая мелодрама Они обычно без путешествий во времени Они классические Ну а в том-то и дело Что она рассчитана Ждет принца Рассчитана на аудиторию Которой нужно уже что-то большее Но по своему концепту Она такая же Хорошо Тебе хоть что-то в ней было интересно Вожжение? Да нет Я говорю что это Ну как бы Это хороший такой Просмотр на вечер Да Кроме того что Женщинам явно понравится Главный герой Я его перепутала фамилию Можешь еще раз сказать Так где он у меня тут записан Роуз Атама А он у нас Тео Джеймс Тео Джеймс Он конечно красавчик А так как перемещается во времени Он в голом виде Он все время падает С прекрасной голой спиной И тем что пониже спины Женщинам-зрительницам Явно понравится Ну это да Потрясающе Массовый кинематограф Вот Юля пишет Что ей первый сезон матрешки Вот так вот Большой палец показывает А второй бросил А вот интересно Почему именно второй бросил Видишь он мне тоже показался Скучнее первого Ну он всем показался Скучнее первого Ну а мы будем ждать Третьего сезона Сейчас мы уже скоро Уйдем на рекламу видимо Или еще нет Или еще нет Да нам сказали В сорок девять минут Уходим на рекламу И вернемся Так Мы если хотите Можете нам что-то написать Отличный сериал Барри Да конечно Как обидно Что вы не подписываетесь Да Но вы меня не услышите Он в ватсапе Услышат только те Кто в этом Сколько там Значит Мы во сколько возвращаемся А мы там Три минуты Песня Песня сколько Ну какая разница Ну на три Там Три тридцать Уйдем В ватсапе Написали про Барри Это вообще Очень-очень Такая помесь Черного юмора И комедии Актер То есть Бывший Морпех Киллер Должен убить человека И он пока За ним следит Попадает на занятия В школу актерскую И понимает Что он хочет Играть на сцене И он в этой школе Остается И вот уже Третий сезон вышел Да Можете посмотреть В общем Любопытный заход А что если Киллер Еще из сериала Патриот Ты не видела Российский? Нет Не наш Патриот Ты Патриот А то я и удивилась Неужели ты знаешь Не, сериал Патриот Это по-моему Амазон Прайм Он похожий Это один из любимых Если не ошибаюсь Сериалов Критика Станислава Зельвенского Интересно С каких пор Ты оцениваешь По критикам Ну так и что Я всегда оцениваю По критикам В том числе Это интересно смотреть Но Патриот Очень смешной Потому что Он про Как это сказать Такого сотрудника разведки США Достаточно секретного Который не хочет Быть сотрудником разведки А хочет писать Фолк На гитаре И он пишет песни Про то Как он там Секретно убивает террористов Вот так вот Бринча на гитаре Под фолк Ира нас спрашивает Назовите По одному лучшему Фильму и сериалы С контекстом перемещения Во времени На ваш взгляд Иван Бочаров Ну я подумаю Сейчас немножко Ира Мне нравится В принципе Обратная сторона Луны И жизнь на Марсе Там есть что-то Мне кажется Что например Для молодых людей Чернобыль Зона отчуждения Он мог быть интересен Потому что До этого сериала Ни один сериал На тему Чернобыля Не срабатывал Это колоссальная Боль поколения Которое жило в то время И оно не хотело Смотреть ни один проект Ну доичбешного Чернобыля А когда появился этот Ребята вот в такой форме Неожиданно Пытались понять Что же там случилось Вот Нужна мне тоже путешественника Хотя фильм Мне может даже больше понравился Нужна любопытная путешественника Во времени Там есть еще Фильм Который Господи Как же он называется Очень похоже Что там Жених тоже Умеет перемещаться Но он там переигрывает Одну и ту же историю Знакомство с девушкой Многократно Тоже я не помню Ой какой классический Вот недавно Тоже Да-да-да-да-да Сериальность А сериальность Последний блок Нашей сегодняшней программы Я Афанасьева Это Бочаров Уже можно просто так Потому что у нас мало времени Да-да-да Вопрос в том Что Осталось совсем чуть-чуть И мы Пока было у нас Перерыв на рекламу Мы как раз обсуждали Какие нравятся Какие не нравятся И зачем И мне все-таки кажется Что все попытки Попасть в прошлое Или в будущее Они делаются для того Чтобы человек Вернувшись в настоящее Увидел его другими глазами Любой герой Да Это очень часто Так бывает Конечно же Но я говорю Потому что Часто кажется Либо можно что-то изменить Либо прошлое Всегда интереснее Оно просто визуально Даже интереснее Чем настоящее Для современного зрителя Потому что В прошлом Много всего Такого интересного Происходило Мы все об этом Что-то знаем Там Какое-то Не знаю Красивые детали Интерьера Машины Что угодно Абсолютно И это все очень Как бы кинематографично И изгоняет нас В бесконечную Вечную ностальгию Но ведь не все же они такие Но вот Наташа Леон В жизни матрешки Попадает не в самые красивые Она в Нью-Йорке Восьмидесятых Каких-то годов Такое Грязное метро Еще что-то Я бы не сказала Что там что-то Это же не назад В будущее С этими старыми Пятидесятых годов Роскошными Нью-Йорк Восьмидесятых Конечно тоже Потому что Сериал Двойка По-моему да Джеймса Франка Где Джеймс Франка играет То есть Про зарождение порноиндустрии В Нью-Йорке Восьмидесятых Как раз Там такой вайп Восьмидесятых Прям У нас с тобой Времени Это действительно Немного осталось Давай Наверное Опять же можно сказать Про песню Которую мы сейчас подведем Которую закончат наш эфир Про один из главных Таких коммерческих Успехов Стримингов Последних лет Сериал Очень странные дела Все действие которого Разворачивается Восьмидесятых Это тоже Придуманные Вымышленные Восьмидесятые С Когда у него было Синее Трава зеленее Нет Там есть стиль Потому что там Очень конкретный стиль И который выражен На уровне Начальных титров Которые там Очень сложно создавали Отдельные Есть про это Статьи целые Это потому что Именно ваше поколение Обращает внимание На визуальность Поколение старше вас На нее Внимание почти нет Все на нее Не обращая внимания Обращают внимание Это невозможно Потому что Заставить людей Старшего поколения Сказать В каком сериале Какие титры Крутые Невозможно Это врубается в человека На уровне просто Ваше поколение Начиная Это не обязательно Анализируется Абсолютно Я тебе говорю Что человек Поколения более старшего Он бы даже не заметил Эти титры Давай сейчас скажем Два слова о том Что каникулы У некоторых программ Поэтому в следующее Воскресенье 14 числа Сериальности Не будет А будет она 21 Через две недели И тогда дальше Мы будем с вами Поэтому не теряйте нас На все вопросы Какие мы Пытались ответить В ютюбе Здесь вот В ватсапе Нам наконец Ильяна написала Что поняла Какие у нас проблемы Когда узнала Что Набута Нас попросил поспорить Елена Вы правы Прощаемся с вами На сегодня Да Я Иван Бочаров Это Елена Афанасьева Мы завершаем программу Песни Кейт Буш Running Up That Hill Которая как раз была В последнем сезоне Сериала Netflix Очень странные дела И это песня 80-х Которая после этого Стала снова супер хитом И поднялась во всех чартах На первые места Всего доброго Хороших вам выходных летних До встречи Посмотрите сериал Субтитры сделал DimaTorzok